Коллеги, на мой взгляд, взгляд на последние вещи, которые происходят в прокуратуре, такое складывается впечатление, и я думаю, что не только у меня, что сегодня прокуратура предоставлена сама в себе. Она живет своей жизнью по каким-то своим неписанным законам. И действительно, получается какой-то замкнутый круг. У меня складывается такое впечатление. Сегодня очень много говорят о должностях и фамилиях нового генерального прокурора, который, безусловно, у нас будет, но я считаю, что на повестку дня нужно выставить другую сегодня в порядок и приоритет. Как нам сделать таким образом, что кто бы не попал, кто бы не попал в эту прокуратуру, он не превратился в очередного пшенку. Вот об изменении системы сегодня нужно говорить. И я приветствую, кстати, что когда на этой неделе выяснилось, я лично для себя не знал, выяснилось о том, что у нас сегодня активнейшим образом по всей стране проходят конференции в органах прокуратуры для того, чтобы выполнить тот закон, который мы с вами все проголосовали в прошлом году, и сформировать органы прокурорского самоуправления, потому что это было требование сегодняшнего дня, что прокуратура должна быть и независимой, и профессиональной, и политически не заангажированной. Мы сами с вами создали правовые условия для проведения таких конференций, а в итоге мы столкнулись с той проблемой, которая сегодня. Вы против этого закона, я не могу понять, или за? Я за закон категорически выступаю, но я против того, что получилось у нас в результате этого прошлого года. Мы знаем о том, что прокуратура на местах обновилась только на 3%. То есть старые лица в прокуратуре, друзья, сами себя консервируют в этой системе, и когда я смотрю тот закон, который мы с вами проголосовали, будущий генеральный прокурор, кем бы он ни был, он будет просто свадебным генералом. А действительно, возможно, возможно...